Доброе утро, Грэнли! Я говорю, доброе утро, Грэнли! Я просил не обращаться ко мне таким образом. О, не желать доброго утра! Ну ты, грубиян, ты прекрасно знаешь, о чём я. Меня зовут не Грэнли. Ну я не могу обращаться к тебе, сэр Грэнли Джонс. Значит, это звучит как-то сухо, и тебе может показаться, что мы больше не друзья. Кто бы говорил. Да что с тобой сегодня такое? Тебя парик криво надет. О! Скверное настроение и агрессивность. Не нравится мне это. Слушай, это всего лишь рутинное дело. Или нет, Грэнли? Ну, может быть, ты и пользуешься заслуженным авторитетом в зале суда. Да. Но для меня ты не более чем дешёвый пустосбор. О-о-о! Приведя тебя я желаю одного. Да, чего? Чтоб ты сквозь землю провалился. Я и представить себе не мог, что мне удастся прокусить твою толстую кожу. Доброе утро, Джессика. Доброе утро. Доброе утро. Ты как раз вовремя. А где Кервина может присесть? В дальнем ряду, а мы сядем здесь. Грэнли, что-то мне подсказывает, что в этом деле у тебя есть личный интерес. А где наш друг Грэнли Джонс? А он рядом с мистером Гиланем. Смотри, от меня не ускользнёшь. А? Угу. Что за странного человека ты выбрал мне в адвоката, Джордж? Я отсюда вижу, как он пристально наблюдает за мной, как будто жаждет, чтобы я заметила его взгляд. У него, кажется, нет детей. Он не женат. Ты не ответил на мой вопрос. А почему ты спрашиваешь? В нём есть что-то величественное. Тебе никогда не казалось, что он стремится одновременно и наказать, и пожалеть себя, как справедливый, но строгий отец? Господи, нет, конечно. А он неплохо сохранился для своих век. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Готовы к растерзанию? Я шла в суд, когда приём к донтисту со смиренным отчаянием. Я что-то не вижу изца. Он ещё не приходит. Зато эти уже здесь. А взгляните на тех джентльменов, господа газетчики. Скандалы и хлеб насущный. Боитесь? Немного. О, Господи. Сегодня вы особенно эффектны. Да, действительно. Это прозвучало скорее как замечание, а не как комплимент. Я просто хотел отметить, что на судебном заседании куда уместнее строгий костюм, чем модное парижское платье и эфиричное. А-а-а, вы сердитесь на меня из-за моей шляпки. Мне бы следовало, но вы в ней так прекрасны. О, правда? Да, вы всё-таки способны быть вежливыми. Представляю, каким галантным вы были в молодости. Джордж, я не в силах это слышать. Явление прекрасного принца. А на самом деле он мерзкая жаба и злой сказки. Теперь я понимаю, за что вы его полюбили. Я же вам говорила, что это не так. Да, но сейчас я увидел его собственными глазами. Внимание, тишина в зале суда. Всем встать, в суд идёт. Боже, храни короля. Заседание номер 22 с участием присяжных. Год 1911. Истец мистер Альфред Пратт. Ответчик миссис Джессика Медликотт. Нет, господа присяжные. Знаете, меня просто поражает. Да, 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 поражает щекотливая ситуация, в которой оказались мой клиент и его ответчик. Однако, ваша честь, обвинение будет действовать в полном соответствии с правилами судебной системы и принципами правосудия. Итак, ответчик. Дама высокого социального положения, дама с безупречной репутацией и уже далеко не молодая, но всё ещё дарящей мир, красоту и очарование. Дарящая свою молодость духа, элегантность, остроумие, манеру общения и свой ясный ум. И чтобы быть уже до конца честным, дама изо всех сил стремящейся быть обожаемой, быть объектом стремления, быть любимой, если вам угодно. В защите, я полагаю, известна поговорка «Осень к весне тянется». Известно, известно. Господа, если перед нами осень, ну разве для неё неестественно жаждать глотка весны? Перед лицом Господа я клянусь говорить только правду, одну правду, ничего, кроме правды. Представьтесь, пожалуйста. Гермина Дэвис. Ой, громче, громче. Гермина Дэвис, сэр. Да, вы являетесь служанкой миссис Медликотт. Экономкой. Вот уже более тридцати лет. Вы ещё застали мистера Медликотта, когда он был жив? Застала. Замечательный был человек. Хранит Господь его душу. И, конечно же, вы были свидетелем появления в жизни вашей хозяйки Альфреда Пратта. Вы же находились в комнате в тот момент, когда он ей делал предложение. Я была в доме. Но вы уклоняетесь от ответа, Ваша честь. Свидеть должен отвечать только да или нет. Ну, возможно, я проходила мимо в тот момент, ведь было время чаепития. Не волнуйтесь так, мисс Дэвис. Просто скажите, слышали вы или нет, как Альфред Пратт делал предложение миссис Медликотт. Возможно. Возможно? Ну, я первый раз в зале суда так нервничаю. Вы неплохо держитесь, мисс Дэвис. Ну, тогда скажите нам своими словами. Когда вам стало известно, что ваша хозяйка обручена с эстом? Вы знаете, я плохо запоминаю даты. И все говорят, что я рассеянная. Ага, значит, вы не помните? Прошу меня извинить. А что вы! Вас можно понять, вы же так преданы своей хозяйке, что не допустите ничего, что могло бы причинить ей вред. Не так ли? Разумеется, нет. Разумеется, нет. Более того, вы заинтересованы в сохранении своего места. Спасибо, мисс Дэвис. А у меня больше вопросов нет. Я же сказала вам, что от Гермины они ничего не добьются. Он добился от нее всего, чего хотел. Мисс Дэвис. Да? А вы случайно не помните точную дату, когда вы начали работать у миссис Мэдлика? Помню, сэр, это было 3 января 1880 года. 30 лет. 30 лет. И даже больше. А вы говорите, что у вас плохая память на даты. Мисс Дэвис, я уверен, что у вас не только прекрасная память на даты, но вы досконально помните детали всех событий. Помню. А события, сведерем которого вас считает мистер Деван, произошло совсем недавно, 12 сентября прошлого года. Но вы же понимаете, да? Мисс Дэвис, припомните хорошенько, вы ведь умная женщина. И не забывайте, ложные показания преследуются ровно так же, как само преступление. Ложные показания. Дорогая моя, когда я говорю, что вы были свидетелем, я не имею в виду вашего фактического участия в событии, а только то, что вы находились в этом месте в этот момент. И не более того. А, ну если так, я действительно была в комнате, я зашла спросить, не под отличие, а и все. И вы слышали, как молодой человек делал предложение. Да. И вы слышали, как миссис Медликотт отказала. Возможно. Возможно. Почему же вы не сказали это адвокату истца? Кому? Мистер Деван. Ну не потому ли, что вы испугались, что все подумают, будто вы подслушали. Ваша честь, смотрите, я протестую. Вот адвокат подсказывает ответ. Я снимаю вопрос. О! Я надеюсь, присяжные войдут в положение мисс Девис. Она так разволновалась в ходе моих вопросов. Спасибо, мисс Девис. Вы свободны. Вы свободны, мисс Девис. Вызываю свидетеля миссис Фанни Пратт. Судебное заседание прерывается на обед и продолжится в 14.10. Что вы наделали? Что вы наделали? Вы добились того, что не получилось у стороны обвинения. Вы показали, что Гермина просто не хочет свидетельствовать против меня. Прошу вас, успокойтесь. Вы слышали мой вопрос? У меня были на то свои причины. Нет. Что это вы надумали насчет моей служанки? Ну, все очень просто. Создалось впечатление, что мисс Девис что-то скрывает под вашим давлением. Чепуха. Никакая не чепуха. Вы оказывали на нее давление? Ну, разумеется, нет. За кого вы меня принимаете? Ну, хорошо. Что вы ей сказали перед заседанием суда? Да то, что и любой другой сказал бы на моем месте. Если они вынудят тебя свидетельствовать против меня, притворяешь, что ты ничего не помнишь. Ну, да, я так и подумал. Впрочем, как и присяжные. Это ваши действия заставили меня разыграть подобную сцену. Мои действия? Ваши. Я вынужден был поставить под сомнение их уйдущий ответ. Мои? Ваши, ваши. Не извиняйтесь. А я никогда не извиняюсь. И никто не застрахован от ошибок. И извинения это просто пустая трата времени. Даже если человек оскорбляет и обижает ближнего своего, извинения ранят еще сильнее. Ну, да. В рощу луколю с топою ты кредит и друг мой. Узнаете? Узнаю. Это мелодия, которую вы напевали, когда мы приходили к вам с Джорджем. И у вас не возникает других воспоминаний. Мы рассказывали, что мы слушали ее много лет назад в Аталии. Таром. Таром. Да. Так и было. А знаете, о чем я сейчас думаю? А я не уверена, что я хочу это знать. Слишком серьезно. Ну, кто-то же должен быть серьезным. Не знаю, как вы, а я все-таки беспокоюсь о ходе заседания. Ну, ну, а если я извинюсь? Если скажу, что мне жаль, изменит ли это что-нибудь? она не дала ответ сразу, но было очевидно, что она очень тронута. Очень тронута. Она так и сказала, Альфред, я так тронута. А он сказал, Миссис Медликотт, одно лишь ваше слово сделает меня счастливейшим человеком в Англии. Она сказала, но если я вам так нужна? А он сказал, вы мне очень нужны. Она сказала, тогда мне ничего не остается, как ответить да. Мы немного сплакнули, а потом выпили чай с зеленым ликером. С зеленым ликером. Он называется Шартре, это по-французски. Шартрес. Да, точно. Очень сладкий на мой вкус, но ведь его подают в лучших домах. Миссис Пратт, вас ведь никогда не смущала разница возрасте между вашим сыном и ответчицей. Что? Разница возрасте между вашим сыном и ответчицей. Нисколечко. Во многих отношениях она гораздо моложе моего Альфи. Он, конечно, очень серьезный человек, он довольно зрел для своего возраста. Она молода для своего. Этот брак мне казался вполне равным. В самом деле, вполне равным. Миссис Пратт, я обращаюсь к вам как к матери, как к матери, несущей ответственность за своего сына. Могли бы вы, взглянув на этих двух людей, сказать чистой совестью, что вас совсем ничего не смутило в этой паре. Да нет, они оба взрослые люди. Да, они совершили много необдуманных поступков, особенно мой Альфи. Но если вы увидели их раньше, милые голубочки. Кто? Голубочки, милорд. Голубочки, голубочки. Они миловались и играли друг с другом, как два котеночка. уединялись где-нибудь, ласкались и поглощали друг друга глазами. Э-э-э-э, насчет ласок. Вы хотите сказать, что порой рука миссис Медлика касалась руки вашего сына, когда они играли на рояле? На рояле? Они и без рояля могли найти повод помурлыкать друг с другом. Что? Помурлыкать, милорд. помурлыкать. Нам помурлыкать. ... Да, это правда. Она не могла мною насытиться. Мама говорила, будь я дезертом, миссис Великотт вкушала бы меня столовой ложкой. Другими словами, мистер Пратт, ответчица была рада вашему обществу. Можно и так сказать, если вы понимаете, о чем я. Но речь касается вопроса, который мужчинам трудно обсуждать прилюдно. Это было бы неблагородно с моей стороны. Но находясь здесь, я должен отвечать только правду. В чем состоит ваш вопрос, мистер Дивайн? Прошу прощения, милорд. Мистер Пратт, я попрошу отвечать вас на вопросы более точно. Да или нет? Ответчица искала вашего общества, да или нет? Да, сэр. Отлично. И когда приходило время возвращаться на корабль, она бросалась вас удерживать, да или нет? Господи, да она не отпускала меня ни на минуту. Она восклицала, не покидай меня, мой пушок. Никогда не покидай меня. Моя жизнь без тебя не имеет смысла. А почему? Почему она называла вас? Мой пушок? Ну, ей очень нравились мои мягкие и нежные прикосновения. Мой пушок. И, кстати, мой пушок – это было только одно из моих ласковых прозвищ. И ведь ради, миссис Медликотт, вы отказались от своей должности на борту Мавритании. Я отказался от карьеры. От всех своих стремлений. Я готов был отказаться от большего. Ибо я встретил девушку своей мечты. Девушку? Девушку, мистер Пратт. Вот именно, сэр. Клянусь честью англичанина и морского офицера. Она девушка во всех смыслах этого слова. Я не встречал более страстной натуры. Хотя исколесил мир от Испании до... до Канарских островов. Но какое отношение? Канарские острова имеют к этому делу. Я просто хочу выразить несогласие с теми, кто считает меня и миссис Медликотт неравной парой. Все, кто меня знают, согласятся со мной, что мы... Не отклоняйтесь от вопроса его чести, миссис Медликотт. Скажите хоть что-нибудь, ну... Боже мой. Я все еще люблю ее. Хотя она нарушила все свои обещания. Пожалуй, я полюбил ее еще до того, как встретил ее. Полюбили еще до знакомства? Я знаю, звучит довольно странно, но мама мне так много читала, а миссис Медликотт, что я полюбил ее еще до того, как коснулся... до того, как встретил ее. В ней все возбуждало мою страсть. Все. От кончика мизинца, до прекрасного волоска на ее чудной голове. Мистер Пратт, вы опять замечтались. Верните, пожалуйста, на землю. А почему я не могу говорить комплименты женщине старшими? Старшими, яблоку. Что за нелепость? Нас с мамой обвиняют в корыстных интересах в этом деле. Господь свидетель, это не так, а... Довольно, мистер Пратт. Я знаю, я и так наговорил больше положенного. Но все ради того, чтобы снять этот вопрос о разнице в возрасте. Что для влюбленного мужчины могут значить каких-то три... несколько лет. Лишь бы иметь возможность увидеть ее. Спасибо, спасибо, мистер Пратт. Вы нам очень помогли. А по мне так возраст ее совсем не коснулся. Только взгляните на нее. Ну, я уверяю, мы вас все здесь только и заняты этим, что смотрим на нее. Ведь ее фото не сходят с газетных полос. Мистер Дивайн, у вас есть еще вопросы к свидетелю? Да, ваше честь. Мистер Пратт, скажите нам, как ваша мама познакомилась с миссис Мэдлика? Они познакомились на выставке цветов. Вы видите меня, сеньор Бассаньо, такую, как я есть. Хоть для себя, во мне, часолюбивых, нет желаний быть много лучше. Но для вас Хотела бы я двадцать раз свою трое цену. Быть во сто раз красивее и богаче. И я, и все мое отныне ваше. Вам отдано. Сеньор, вы меня лишили слов. Лишь в жилах кровь моя ум отвечает. В моей душе такое же смятение. Сэра, мы ждем. Прошу прощения. Вы что-то говорили по поводу своих жил? Моих жил, милор? Да, вы так сказали. И еще о смятении вашей душе. Свидетель вашей. Спасибо, милор. У защиты нет вопросов. Нет вопросов. Нет вопросов. Он с ума сошел. Таким образом, заседание продолжится завтра в десять утра. Это все ваши семинаты. У вас была возможность вывести Альфреда Праста на чистую воду, но вы ее упустили. Да черт с ним с этим Альфредом Праста. О чем? Черт с ним. Ой, только не надо устраивать тут прилюдных сцен. Вы и так всех нас взволновали рассказом о своих жилах. Пойди прочь, божественный. О, я же говорю, какая невоспитанность. Этот прат и так выставил себя дураку. Понимаете? Этот ваш маленький Альфи оказался очень разговорчив. Теперь я разделываю с ним в любой момент, как только пожелаю. А мое молчание расположит нам присяжных и утвердит их уверенность в вине этого парня. Гениально! Гениально! Эта идея пришла к вам во сне? Разумеется, я не спал. Ну, признаю, я немного задумался. Да-да-да, еще бы вы это отрицали. Я многое обдумал. Расскажите это присяжным. А мне что-то не верится. Это касается вас, миссис Медлига, вашего дела и я не побоюсь этого слова вашего будущего. А вы не давите на меня. Я же не на свидетельском месте. Но суд еще не закончился. Джессика, Джессика! Помолчи, помолчи, Джордж. Многое обдумали касательно моего дела, говорите. И что же вы надумали? Ну, подождите, скажу. Да хватит вам валять дурака. Ну, что же? Ну, скажите. Когда я, как вы выразились, засну, я ясно увидел развитие этого судебного процесса и как он может обернуться для ответчика и как следует спасать положение. Спасать положение? Артур, и что же ты увидел? После нескончаемых уловок доктора Дивайна я вдруг увидел вас глазами присяжных. Увидел, как из его словесной шелухи постепенно является ваш достойный образ. Тот самый, который он стремился растоптать. И тогда я понял. Господи, удача сама идет к нам в руки. К нам? Да, обвинение само склонило присяжных на нашу сторону. Как? Благодаря вашему возрасту, мадам. Да-да, благодаря своему возрасту вы вознеслись над низменными страстями Альфреда Прата и теперь витаете там, высоко. Вот уж спасибо. Извините, если я показался вам бестактным, но так уж обстоит это дело. Вы же сами сказали, что хотели бы провести остаток дней в тишине и покое. И вот вам мой совет. Вы слушайте, исследуйте ему беспрекословно. Какая неслыханная наглость. Не перебивайте меня. На завтрашнее заседание вы наденете платье, соответствующее вашему возрасту и положению. Больше никаких рюшек, перьев и завитушек. Это просто вызывающе. Я облачусь в рясу и буду олицетворять смирение. Вы наденете свое самое скромное платье. Скромное платье уже никто не носит. Ну, тем лучше. Смилуйтесь, смилуйтесь, джентльмены над бедной вдоволь. Пожалуйста, Джессика. А, хорошо. Что я сказала? Хотите персика? Нет, спасибо. Что-то не хочется. Вы меня просто бесите. А мне это совсем не понравилось. Разрешите пожелать вам спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну, и что ж нам теперь делать? Ручаюсь и самой не терпится узнать, как мы из этого выкрутимся. Поверить не могу. не могу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Господа, мы выслушали сторону обвинения, а теперь выступление стороны защиты. О, Господи! Боже! Ваша честь, Господа пресежные, защита оставит основные доводы до заключительного выступления и вызывает единственного свидетеля. Джессику Мяблику. Четыре рубашки по два шиллинга. Дюжина носовых платков. Опять. Простите, кто-то перепутал мои бумаги. Перед лицом Господа я клянусь говорить только правду, одну правду и ничего, кроме правды. Ваше имя? Джессика Медликотт. Где вы живете? Дом номер пять, Пэттен Плейс, Риджин Парк. Сколько вам лет? Вы слышали вопрос? Я слышала вопрос. Но я поверить не могу, что вы осмелились его задать. Вы должны сообщить присяжным свой возраст. А я уверена, что это их никак не касается. Я же не знаю, сколько им лет. А с чего бы им знать мой возраст? Тишина. Ну, сообщите тогда год вашего рождения. Я родилась в год своего рождения. Уверяю вас, свидетели часто задают вопросы о его возрасте. А я уверяю вас, что в приличном обществе, где Джен Кемена, непозволительно задавать подобные вопросы. Глубоко убежден адвокат вашего оппонента целиком с этим согласен. Он спит и видит, как бы ваше свидетельство о рождении кануло в лепу. А в моем случае оно было просто утеряно. При каких обстоятельствах? В пожаре? Да, в пожаре. А в каком именно пожаре, миссис Мэдлихер? А в каком вам больше нравилось? В Великом Лондонском пожаре. Позвольте, позвольте. Великий Лондонский пожар был... Был в 1666 году. Тишина в зале, сударь. Тишина. Я так и знала, что вы не джентльмен. Видите ли, миссис Мэдлихер, Дело в том, что мой коллега весьма обеспокоен тем, что ваша манера поведения и ваш стиль одежды могут быть неверно истолкованы присяжными. А я бы заметил, что вы просто очаровательны. Очаровательны. А я такая, какая я есть. Ну, несомненно. И приятно видеть, что вам хватает мужества оставаться самой собой. Несмотря на кое-чи, настойчивые советы. А мне отрадно видеть, что хоть кто-то знает правила поведения в присутствии дам. Ваша честь. Какое отношение к дел имеет этот поток взаимных комплиментов? Да сядьте вы уже! Мадам! Вы выставляете себя на посмешище! Мне это не грозит. Я уже наделала достаточно ошибок. В молодости. Миссис Мэдлихер. Миссис Мэдлихер рассказала нам, как мать истца упорно стремилась связать жизнь своего сына с женщиной гораздо старше него. И даже старше ее самого. И как истец блистал красноречием в торе женской жажде комплиментов. Красноречием, затмевающим даже выступление его адвоката на этом процессе. Ну, если мы поверим словам моего уважаемого оппонента, то увидим перед собой двух влюбленных, двух неразлучных голубков. Ну, господа, взгляните на эту женщину. Взгляните на нее. Только пусть вас не смущает ее платье, по мнению мистера Дивайна, олицетворяющая вечную молодость, а на самом деле просто глупая, неподходящая к месту. Господа, я призываю вас взглянуть глубже платья. на разумеется переносном смысле. А также я призываю вас заглянуть под маску верной и искренней преданности этого молодого человека. господа. Ну, признайтесь, положа руку на сердце, представляете ли вы себе этих двоих перед алтарем? их медовый месяц, их любовные игры в уединенном домике с закрытыми дверями. Нет, господа, нет. Это совершенно невозможно и абсолютно противоестественно. Невозможно представить себе, чтобы эта дама посвятила свою жизнь, точнее, ее остатки, этому человеку. Перед нами человек, пахший настолько низко, что способен за 30 сребреников продать свою молодость и радость жизни и оказаться в жалких и тщедушных объятиях некогда красивой женщины. А миссис Паник Ра, жалкие, тщедушные. Тишина взяли сюда. К черту тишину! Уберите эти слова из стенограммы. Мадам, еще одно слово, и я буду вынуждать. Это возмутительно. Возьмите себя в руки и займите свое место. Место! А миссис Паник Ра, подобно неуемной свадьи, отправила своему сыну фотографию моей под защитой. И тот сразу воспылал к ней страстью. Не имея возможности даже увидеться, прикоснуться к ней, с неудержимым безумием он влюбляется в фотографию женщины, которая ему в бабушке годится. И даже в прабабушке. И эта незадачливая невеста, уже одной ногой шагнувшая в глубокую древню, вдруг теряет голову. Да замолчите немедленно! Мишина в зале, сюда. Это ему скажите! Последний раз повторяю. А я... Успокойтесь и займите свое место. Успокойтесь, успокойтесь! Тогда я удаляю вас из зала. А я требую удалить этого грязного масика, этого ханжу и лицемера. Мадам, прошу вас следовать за мной. Да не смейте ко мне прикосновать! Осторожней, осторожней с антиквариатом! Ой, я тебя держу! Я думаю, вы ничего не покажете! Следуйте за этим, джентльмен! Вы слышите? Хан, хан! Я ухожу с привыклим удовольствием! В этом суде нет ни одного джентльмена! Да не пустите в этом суде! Они вошенники! Тишина! Еще одна такая выходка, и я удалю публику из зала! Да. Не очень приятная сцена, господа. Ну и все же, если взглянуть с другой стороны, то мы увидим не просто истерику пожилой отчаявшейся женщины, а образ самой старости, затуманивающей рады. Не осуждайте Джессику Мегликот, господа. Не оставляйте ее на милость кровопийц, жаждущих прибрать к рукам ее состояние. Да-да, я знаю, знаю. Ей следовало быть более сдержанной и корректной. Но не забывайте, она хранила верность своему браку в течение сорока лет, а потом, ну, возможно, на какие-то всего лишь несколько дней. Сколько? Несколько дней? Возможно, неделю. Уступила гнету тоски и одиночество. И дьявол тут же воспользовался ее слабостью. Альфред и праты всегда являются в минуты слабости и отчаяния, чтобы сплести свою смертельную паутину, украсив ее слабкими речами. А из уст этого прыткого юноши мы услышали лишь одно прекрасное слово. Я вообще удивляюсь, как он его выговорит. Самое прекрасное слово на любом языке. Любовь. Ну как? Как мы можем говорить о любви, глядя на это воплощение алчности и коварства? Нет. Нет, нет. Мы не можем и не должны верить этому вопиющему обману, в который, к сожалению, попала девушка. Все-таки девушка. Да. Да, да, девушка. Девушка, которой Джессика Мягликот была когда-то. И в чьей-то памяти она навсегда останется той девушкой, которая говорила «да». на объяснение в любви. Как она любила. Какая это была страсть. Этому несчастному брату никогда, даже в лучшие его минуты жизни, не испытать такого. Сколько в ней было достоинств, утонченности, гордости. Вы представить себе не можете. А они взяли и растоптали эти чувства. Женщина, которая сегодня предстала перед вашим судом, господа, является олицетворением благородства и чистосердечья. Признав правоту моей подзащитной, вы совершите благо для самих себя, для всех нас и для тех, кто придет после нас. Без сомнения. Это вопрос вашей честности и верности букве закону. На этом у защиты все. Причажный, вы вынесли решение? Да, Ваша честь. В пользу истца или ответчика? В пользу ответчика, Ваша честь. Тишина в зале суда. Ваша честь, поскольку присяжные вынесли решение в пользу моей клиентки, я прошу освободить ее от уплаты судебных расходов. Принято. Расходы понесет сторона истца. Присяжные, спасибо, вы свободны. Потрясали все. Спасибо, но ты должен найти ее. Ну, найдем, конечно. Джош, найди ее, придешь или нет. Джессика, Джессика, Джессика! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мадам, четыре валета. Четыре. Дамы. Джессика, мы выиграли? Вы должны мне восемь фунтов. Я пришлю вам чек завтра. Завтра. А когда вам будет угодно. Ты меня слышала? Разумеется. Я же не глухая, по крайней мере, пока. Ты совсем не удивлена, верно? Хочешь сказать, ты знала, что мы выиграем? Разумеется. Да ты чуть не испортила все своим платьем. Испортила? Ну, тебе повезло, что сэр Артур смог исправить положение после твоей выходки. Я чувствую, что вдохновила его на блестящую речь. Да, действительно. Сегодня он был само красноречий, а ты вела себя как капризная девчонка. Это еще почему? Ну, ты нарушила все его указания. Джордж, ну, если бы я вела себя так, как он мне сказал, если бы я сидела там как кроткая послушная девочка, как кроткая девочка, которой уже сто лет, по-твоему, результат был бы тот же. Что? Смогла бы я тогда вдохновить его. Ну, скажи, разве я не права? Если бы мы не оказались на краю гибели, смог бы он тогда выиграть это дело? Да ты просто дьявол. Что? Это ты сделала это? О, нет. Ты ворошна выставила себя в нелепом виде, чтобы дать повод к сочувствию. Ты великая актриса. Разумеется. Я ведь выступала на сцене более сорока лет. А где он теперь? Вот уж он расстроится, когда узнает. Узнает. Если ты ему скажешь, то я буду все отрицать. Я назову тебя лжецом и разорву нашу дружбу. Я скажу нет. Уж лучше ты ничего не говори. Ну, это, бутыл, потрясающий гребе. Мои поздравления. Спасибо. Признаю, ты здорово меня прижал. Слушай, когда она явилась в этом умопомрачительно. Мадам, пойду топить свою печаль в вине. А ты, кстати, поаккуратней с шампанским, как писал твой любимый Трайден, и поглотит успех своих героев. Ну, а сегодня не мой день. Пойду. До свидания, мадам. До свидания. Мне тоже пора. Меня в офисе ждет клиент. До свидания, Джордж. И спасибо. Я... я так жестоко поступил с вами. Вы здесь ни при чем. Правда? Ну, вы не могли поступить иначе. Значит, вы понимаете? Я прекрасно вас понимаю. В финале заседания ваше доброе имя и ваше финансовое положение оказались на разных чашах весов. И тогда я сам засомневался и подумал, может быть, ваше доброе имя стоит дороже 40 тысяч фунтов. Нет, нет, нет. 50? Нет, нет. Вы сделали исключительно правильный и блестящий ход. Вы замечательный адвокат. Наконец-то вы это признали. А как бы я себя чувствовал, если бы вы проиграли процесс? Вы могли подумать, он умышленно причиняет мне боль за то, что я сделала с ним 40 лет назад. Вас можно понять. Нет. Это я жестоко обошлась с вами. Впрочем, как и другие женщины в вашей жизни. Ваша матушка, которая ушла в мир иной, когда вы были еще ребенком. Это правда. Мне никогда не везло с женщинами. Ваша тетушка, к которой вы были так привязаны. Да, тетя Лоди. Да, да, да. Которая сбежала с полицейским. Мне тогда было 14. А в 20 лет... А, в 20 лет. Ваше сердце разбило Джессика Джеральд. Мое сердце разбило Джессика Джеральд. Но это было подобно песне. Да, да. Вы имели полное право требовать оплаты по счетам. Совершенно невозможно. Это было бы похоже на месть. Ничего, ничего. В маленькой мести нет ничего страшного. Но я не мог себе этого позволить. Конечно, вы не могли. Простите. А как вы узнали о моей матушке об остальном? А вы мне сами рассказали. Когда? А когда мы приходили к вам с Джорджем. Да. Ну, ну, или у меня. Нет. Это было в Торонто. Сорок лет назад. Вы уверен? Решительно уверен. Вы вспомнили. Пожалуй, мне следует вспомнить. Вспомнила. Вы же вспомнили в тот первый день, когда пришли ко мне с Джорджем. Нет. А когда? Нет. Ну, я не знаю. Воспоминания приходили то там, то здесь. Не сразу. Нет. А что вы вспоминаете в эту минуту? Вот прямо сейчас. А вы будете удивлены. Торонто. Театр «Принцесс». Боковой выход. Да. Когда я вышла из театра, то я увидела вас в экипаже, который вы где-то одолжили. Вы сидели со взъерошенными волосами. Нелепо должно быть выглядяло. Да нет. 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 Из всех моих знакомых вы были самым симпатичным и жизнерадостным молодым человеком. Вы были так красивы. А что еще вы помните? Если я стану воскрешать все воспоминания, вы захотите их поскорее забыть. Джесси. Грен. Ты помнишь? Только тебе одной я позволял себя так называть. Да потому что я единственная произносила это имя с любовью. Почему же ты бросила меня? Да ты сам меня бросил. Это же ты уехала. Ну ты же выпроводил меня. Я рассчитывал поехать вслед за тобой. Нет, нет, нет. Нет, ты не должен был отпускать меня тогда. Ну у меня не было ни гроша. Не было все равно. Нет. Нет. Тебе не было все равно. В том-то и дело, что тебе не было все равно. А я правда, я испытывала ужас перед лицом нищеты. Я жутко боялась, что ты не сможешь встать на ноги, и мы будем прозябать нищете с дюжиной голодных детишек, а потом возненавидим друг друга, как это было с моими родителями. Я думаю, нам следует оставить все это в прошлом. Как бы то ни было, мы живы и здравствуем. Да, да. Парочка музейных экспонатов. Пусть так. Но ведь жизнь на этом не закончилась. А ты не сочтешь меня льстецом, если я скажу, что сегодня в суде ты дала великолепный спектакль? Нет. Нет, нет, ты вовсе не льстец. Наоборот, даже очень милый. Правда? Да. Тогда, может быть, ты согласишься поужинать со мной? Я терпеть не могу, ужинать в дреночестве. А с удовольствием. На самом деле? Да. И чтобы там играла фортепиано. Фортепиано? Непременно. Обещаю. Боюсь, пианистка уже не та. Кто знает. Сорок лет прошло. Артур Гренвилл Джонс. Артур Гренвилл Джонс? Пишется через дефис? А как же. А я люблю, когда имена пишутся через дефис. Это внушает доверие. Джессика Джен. Я знаю. Я прочел ваше имя в бумагах. Ну что ж. Начнем? Начнем? Да. Начнем все сначала. Остаток века перед нами. В нем только лучшее нас ждет. Твой драйдер. Нет. Наш. Шекспир. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 И режиссер этого спектакля Борис Владимирский. Здесь еще есть несколько человек, которые принимали участие во всем этом. Женя Ошер, Свет и Звук. Помощники режиссера Олеся Архипова и Нина Пептнер. Один из главных создателей костюмов Наташа Махова. Олега Шурикина нет. Остальные отсутствуют, но их имена в программке. И кроме того, среди участников спектакля вы, господа присяжные. Спасибо вам.